Здравствуйте, дорогие друзья. Глава Ваятхана. Если коротко, говорится о чем? Бог слышит все молитвы. Просто некоторые, зная наше будущее и видя все, он говорит на эти молитвы нет. Ну и такие молитвы не пропадают и помогают человеку и миру. Вот коротко. Нет молитвы об стенку. Обратите внимание, Маше молит Всевышнего отменить приговор и позволить ему войти в землю Израиля. В Медрше и Алхат Шамани пишут, что Маше обратился к Творцу с 515 молитвами. 515 это числовое значение гематрия слова Ваятхана в нашей недельной главе. И что Всевышний говорит? Он говорит, довольна тебе, довольна, не говори мне более. То есть надо понять, что это, потому что, что крается за отказом Бога в какой-то молитве. Прежде всего, есть такое объяснение, довольна это, что 515 остановись, не говори мне больше, 516 не произноси. Фраза не говори мне более имеет значение не добавляет. И объясняют это притчей. Предположим, зашли в магазин, там какие-то сыпки, знаете, вот такие были раньше. Особенно насыпают вот так вот немножко. Сначала много сыпят. Потом, когда с гильками уравниваться, начинают по чуть-чуть, осталось там несколько капелек уже. И она бы сама этот чуть-чуть, что ты сыпешь, не была бы ничем. Но на самом деле оно все перевесило. Вот 515 молитв Машера Бейну, чтобы войти было им, последним он сказал ему, Бог не добавляй, учили мудрецы из этого, что если бы он сказал 516, то он получил бы положительный ответ. Не будем говорить, что было бы дальше, но он бы получил ответ. Каждая молитва действует, у каждой молитвы есть вес, пока последняя молитва не перевесит все чаши. И как сказали мудрецы, если видит человек, что он молится, и не отвечает ему, пусть продолжает молиться. И так передает наша традиция. В пост принятый, был пост, принял на себя раби Элеезер великий, не было дождя, и не ответил ему Бог. Когда он молился, а потом пришел раби Акива, и пошли дожди. Но не потому, что раби Акива более великий, чем его учитель, раби Элеезер, а потому, что дорогу молитвам раби Акивы написано, выслали именно то, что предыдущего его учителя. Иногда наши молитвы, не давая конкретные результаты прямо сейчас, творят чудеса с нами там, где-то еще и со всем миром тоже. И тот же закон для нашего случая. Мы действительно, как горчичная крупинка перед великими прошлых времен, но эти, теперь из-за того, что молитвы всех поколений собрались вместе, не хватает нашей маленькой, может быть, горсточки, чтобы ко всем молитвам перевесить чашу добра. И написана еще уникальная вещь, что заповедь называется по имени того, кто ее завершил. Мы с вами можем завершить, оказывается, они эти великие. Еще одно, что мы учим. Нельзя просить Бога, ссылаясь на заснуки. Раша говорит, что Тора выбрал слово Вайтханан, чтобы передать смысл лошон, матна, тхинан, да? Понятие бесплатного, безвозмездного подарка. Вот вспомним грех золотого тельца. Разочарование Творца увидит такое, сотворил народ, он напишал Маше, оставь меня, я их уничтожу, сделаю тебя народом великим. Представьте, Творец обращается к вам, говорит, я из вас сделаю великий народ. Перспектива, конечно, неплохая, но Маше начинает молиться, и очень жестко. Он говорит, если прости им грех, или вычеркни меня из книги свои. Очень жесткая молитва такая. А как он молился, когда шло о нем самом, обращение его грехов, что пошло? Он просил Вайтханан от слова бесплатно. Он просит все, что я прошу, дай мне это как бесплатный подарок, потому что мне нечем за это заплатить. То есть самый великий, самый скромный, самый праведный пророк всех времен считает, что ему не хватает заслуг для того, чтобы попросить что-то у Творца. Можете такое себе представить? Так вот, еврейское мировоззрение учит нас, что человек никогда не должен ничего просить за свои заслуги, даже когда они действительно есть. В Талмуде написано три вида людей, которых написано создатели их ненавидят. Первый это пьяница, так как он прожигает свою жизнь. Второй тот, кто гневается, потому что он как идолопоклонник, он не признает того, что Творец контролирует мир. И третий тот, кто просит что-то за свои заслуги. Если человек считает, что у него есть заслуги, что он делает одолжение Творцу тем, что помогает кому-то, молится, соблюдает заповеди. Это не так, это нужно человеку, он Творец только помогает нам. Есть молитва, являющаяся просьбой о милосердии, они дозволены, а есть жалобы отвратительные Всевышнему написаны. Это тонкие отличия. Сказано в Шульхана Рухи, если человек считает, что его молитва должна быть принята, на небе начинает его обвинять, в небесах видят, что давай сейчас рассмотрим все твои дела и проверим. Поэтому написано, сосредоточенная молитва влияет на судьбу человека. Молитвой можно изменить меру наказания за проступок, можно влиять на здоровье, на заработок. Молитва это инструмент, которым надо человеку постоянно пользоваться в жизни. Еще раз, сила молитвы зависит от света, который несет в себе человек, от света его души. Поэтому подкармливайте душу и молитва будет сильнее. Не забудьте сегодня вечером 9 авгу, начинается пост и молитвы. Брахава от злаха.